Фейковые новости и манипулятивный контент вводят в заблуждение сотни тысяч людей по всему миру. Почему мы верим фейкам, пытаясь извлечь выгоду из обмана других людей? Так как бороться с дезинформацией, когда вокруг так много новостей и событий? Всем привет! Я Елена Монахова, стажер-исследователь Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Вышки. Я изучаю восприятие фейковой информации на поведенческом и нейрофизиологическом уровнях. Мой последний проект посвящен доверию дипфейкам, которые соответствуют или расходятся с внутренними установками людей. А вы знали, что фейковому контенту люди доверяют больше, чем правде? Об этом нам говорят научные исследования и статистика. Все дело в том, что фейки просты для запоминания и выглядят сенсационно на фоне правды, а с развитием искусственного интеллекта фейки и вовсе вышли на новый уровень. Не исключено, что в скором времени мы можем оказаться в мире постправды, когда нам будет сложно разобраться, истина перед нами или ложь. Так как же существовать в этой новой реальности? Давайте разбираться. Но сначала немного теории. Существует три основных типа. Дезинформация, мисинформация и малоинформация. Дезинформация — это когда человек намеренно распространяет ложную информацию, пытаясь извлечь выгоду из обмана других людей. Мисинформация подразумевает, что человек распространяет что-то, искренне полагая, что это правда. Это может быть, например, фактологическая ошибка, трудности в переводе или апелляция к недостоверному источнику. Малоинформация — это распространение подлинной информации, но со злым умыслом. Например, передача каких-то паспортных данных, истории здоровья или личных фотографий третьим лицам. Как вы могли заметить, особую роль в создании фейков сегодня играют нейросети. Они могут реалистично подделывать голоса, менять изображение и неплохо писать тексты. Слышали ли вы когда-нибудь про книгу с документальными свидетельствами о лесных пожарах на острове Мауи? Она стала бестселлером по продажам на Амазоне всего за несколько дней. Правда, спустя какое-то время люди осознали, что Майкл Стоунс — это несуществующий автор, а сама книга была написана с помощью технологий искусственного интеллекта. После разоблачения фейка книгу удалили с маркетплейса, однако некоторые сторонники теории заговора продолжают искренне ссылаться на содержание этой книги и считают пожары на острове заранее спланированной катастрофой. Почему мы верим фейкам? Доверие играет решающую роль в процессе принятия решений, формировании стратегий выбора и внутренних установок человека. Мы с коллегами-учеными разделили факторы доверия к информации на три основных категории — характеристики источника сообщения, характеристики содержания и характеристики потребителя. К первой категории можно отнести авторитетность источника информации. Даже если мы знаем, что информация неверна, уважение к статусу и компетенции оратора может сыграть с нами злую шутку. К особенностям содержания информационного сообщения можно отнести, например, формат значимости нарратива и конгруентность, то есть соответствие внутренним установкам ресипиента. И тут мы плавно переходим к третьей категории — к характеристикам потребителя. Для объяснения роли конгруентности восприятия информации часто используется теория дуального процесса мышления Даниэля Каннемана. Согласно этой теории, люди задействуют два режима обработки информации — быстрый, интуитивный режим, то есть система 1, и медленный, преднамеренный, то есть система 2. Система 1 связана с низким уровнем аналитических рассуждений и большей опорой на когнитивные искажения. Система 2, напротив, связана с высоким уровнем аналитического мышления и предполагает тщательную систематическую проверку информации. Люди, задействующие систему 2, менее подвержены ошибкам и ложным суждениям, и, как следствие, меньше доверяют фейкам. Кстати, проверить свой уровень аналитического мышления можно с помощью теста на когнитивную рефлексию или Cognitive Reflection Test. Этот тест мы, когнитивисты, также используем в своих экспериментах, когда нам нужно оценить вашу способность превзойти интуицию. И сейчас я расскажу об одном из таких экспериментов. В 2023 году мы с коллегами провели исследование, в котором постарались объединить несколько факторов доверия к дезинформации и посмотреть, на что люди будут опираться при оценке достоверности дипфейков на предмет вакцинации от коронавируса. С помощью коллег из Яндекса мы создали совершенно новые аудиальные дипфейки на голоса двух медиа-инфлюенсеров — врача и ковид-диссидента. Интерес материалов был в том, что в дипфейках герои транслировали позиции, противоположные их реальному мнению в адрес вакцинации от коронавируса. Для проведения эксперимента мы приглашали участников двух групп — ПРО и антипрививочников, которые заранее были ознакомлены с голосами обоих героев и их публичной позицией. Мы предполагали, что люди, столкнувшись с подобными материалами, будут склонны больше доверять тому дипфейку, который будет транслировать их внутренние установки. То есть, если врач внезапно стал говорить о вреде вакцинации, ему скорее поверят антипрививочники и, наоборот, со сторонниками вакцинации. Мы также учитывали индивидуальные характеристики участников эксперимента, то есть их уровень аналитического мышления, стремление к новым знаниям и склонность к информизму. Что касается нейрофизиологии, мы записывали активность мозга участников во время просмотра дипфейк-материалов, задействуя технологию электроэнцефалографии. Собственно, участники приходили к нам на эксперимент и после установки ЕГ прослушивали аудио-дипфейки в рандомном порядке. После этого им нужно было оценить степень согласия с несколькими утверждениями по шкале от 1 до 7. Утверждения были связаны с убедительностью материалов, авторитетностью ораторов, желанием поделиться информацией с близкими и так далее. После эксперимента участники проходили три теста на когнитивную рефлексию, на потребность познания и на склонность к информизму. Вопреки нашим предположениям, результаты исследовательского проекта показали, что люди не руководствовались внутренними установками, когда оценивали доверие к дипфейкам. Обе группы были склонны доверять дипфейку более авторитетного медиа-инфлюенсера, то есть врача, даже в случае, когда он транслировал позицию, противоположную его публичному мнению. Также нам удалось выяснить, что потребность познания негативно коррелировала с доверием к материалам, то есть чем выше уровень потребности в познании, тем ниже доверие. Что касается нейрофизиологических данных, информация дипфейка врача, отличная от его публичного мнения, спровоцировала реакцию Н-400. В целом, подобные результаты говорят о том, что оценка и доверие к контенту формируются за счет достоверности источника и авторитетности спикера. Несмотря на то, что участники не ожидали такой подмены позиций, оратор, обладающий высокой экспертизой, все равно смог убедить людей в правдивости информации, которая на самом деле является фейком. Так как бороться с дезинформацией, когда вокруг так много новостей и событий? Ученые попытались ответить на этот вопрос и выявили ряд определенных стратегий. Их можно разделить на два основных типа. Активное участие, то есть вовлеченность, или пассивное отстранение, то есть избегание. Чаще всего люди обращаются ко второму типу, ничего не делают или просто избегают информации из фейковых источников. Что касается активного вмешательства, то здесь сама аудитория может выступать в роли информаторов, предупреждая окружения, чтобы они не поддавались влиянию манипулятивного контента. Но, согласно исследованиям, таких людей крайне мало, всего 10%. К стратегиям активного участия относятся не только предупреждающие комментарии пользователей, но и контрмеры на уровне медиаплатформ и социальных сетей. Например, борьба с ботами или же маркировка ненадежных источников, предупреждение о дезинформации и ее коррекция. Коррекции могут появляться до или после того, как человек столкнулся с фейком. К первым относится прибанкинг, а ко вторым — дебанкинг. Основная задача прибанкинга — предупредить человека о недостоверной информации, а также помочь ему разобраться в том, как фейк формирует наше доверие. Это может быть предупреждающее сообщение, фактологическое объяснение или лайфхаки для повышения медиаграмотности. Прибанкинг используется не только в медиа, но и в интерактивных обучающих играх, таких как Bad News Game и Breaking Harmony Square. В них участники практикуются отличать фейки от правды, грамотно преподносить новости и избегать манипуляций. Дебанкинг, в свою очередь, — это коррекция и фактологическое объяснение после дезинформации. То есть после фейка предъявляется факт, его опровержение. Потом цитируется фейк с указанием на его ложность, объясняются фактические ошибки или стратегии введения в заблуждение, после чего снова публикуется опровержение с подтверждающими фактами для усиления эффекта коррекции. Все элементы этой стратегии вариативны, могут использоваться в ином порядке или по отдельности. Дебанкинг также может быть представлен в формате тегов или дисклеймеров, например, метка «правда-ложь» или ярлык «фейк». Периодически возникают вопросы об эффективности различных форматов дебанкинга. Например, не всегда понятно, что лучше разместить сразу после фейка, факты или разбор манипуляций. Также возникают вопросы о размере пояснительной части и об авторитетности ее источника. В противном случае может возникнуть эффект ответного огня, когда коррекция дезинформации из-за своей сложности и навязчивости будет не снижать, а увеличивать доверие к дезинформации. Итак, нам удалось разобраться в основных типах ложной информации, обсудить, почему мы доверяем ей и как нам с этим бороться. Я также планирую развивать свое исследование и еще сильнее сфокусироваться на авторитетности как факторе доверия к информации. Результаты кажутся интересными, ведь даже несмотря на высокий уровень аналитического мышления и расхождения с внутренними установками, авторитет все еще способен убедить нас выгодной для него ложной информации. И эта тенденция распространяется далеко за рамки нашего эксперимента. Фейковые новости и манипулятивный контент вводят в заблуждение сотни тысяч людей по всему миру. С развитием искусственного интеллекта, чат-ботов и других технологий становится все сложнее отличить правду от лжи. Поэтому нам крайне важно совершенствовать методы развития критического мышления и повышения медиаграмотности. Даже самые аналитичные и образованные люди могут стать жертвами манипуляций, только развивая навыки критической оценки сообщений мы сможем подготовиться к вызовам постправдивой эпохи. Если у вас остались вопросы, пишите об этом в комментариях.